Хоть знаем мы, что впереди нас ждет, сжимая автоматы, мы с песней двинули в поход российские солдаты. Мы с песней двинули в поход российские солдаты. Финал 21-го фестиваля «Песня, рожденные сердцем» – первое за долгое время крупное событие с участием зрителей в районном центре культуры и досуга. В этом году его посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Я вас всех поздравляю. Это праздник. Вы знаете, это очень символично. Это не только о том, как жила и живет Россия. Это в наше патриотическое счастливое будущее. На галоконцерте выступили 25 участников – как коллектива муниципалитета, так и сольные исполнители. Каждый мог показать себя, однако это не стало главной целью артистов. Подарить людям частичку себя и, прежде всего, подарить частичку своего сердца. Это для меня самое главное. Если у меня получится достучаться до сердец людей, это для меня огромная победа. Традиционно выступающих разделили на тематические блоки – народные песни, композиции о России и о войне. Вокальный коллектив «Эврика» представил на концерте песню «Возвращайся» о девушках, которые ждали солдат с полей сражений. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. Я очень рада, что я могу исполнять такие песни и жить в спокойном мире. Немало было и выступлений с живым звуком. Елена Борискина аккомпанировала себе на синтезаторе. Песню «Афганистан» участница написала в 18 лет. Она замечает, тема ей близка, ведь сама она родом из Чечни. Кто-то взрослый играет войну, и сидеют юнцы от смертей, вдалеке от своих матерей. Все мои эмоции, это все. Когда писалось «Афганистан», я еще, конечно, не пережила этого, а позже уже. А сейчас это все через себя пропускается. И взорванные мосты в Чечне, и бомбежки. Очень тяжело было. В связи с погодными условиями и коронавирусными ограничениями зрителей в зале было меньше обычного. Очень красивый и красочный фестиваль. Участники все с удовольствием принимают участие. Очень праздничная атмосфера. Спасибо организаторам. Фестиваль патриотической песни давно стал важной частью культурной жизни муниципалитета. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.